Вот почему якобы просветленные кармы никакой не имеют, и люди там достигшие какого-то супер прозрения лишаются кармы, очищаются от нее. Они очищаются от нее в первую очередь не потому, что они ее сняли где-то или очистили, очищаются от кармы в первую очередь потому, что они не испытывают тех же мыслей, тех представлений, которые испытывают классические обычные люди. То есть они полностью отсредняются от жизни, но я не имею в виду, что они отделяются от жизни, становятся выше всего этого, просто у них понимание жизни становится философское, глубокое, многогранное. И уже даже что бы с ним не произошло, даже если бы их убили, у них уже совершенно другое восприятие мира было бы. В соответствии с этим карма не создается, просто-напросто этих узловых завязок, этих точек нет. Вот в чем смысл понимания кармической составляющей, что освобождение от кармы это не совсем снятие ее и снятие каких-то программ, если мы смотрим в глобальном смысле, потому что она создается все равно на протяжении жизни. Вы в жизни же проживаете? Освобождение от кармы это в первую очередь изменение своей системы мышления, полное освобождение, вот с целью, как вот люди хотят освободиться от кармы. Понимаете, есть разные цели освобождения от кармы, сейчас я вам их назову. Люди хотят классические, в общем, понимание, в духовности они идут освободиться от кармы, чтобы выйти из череды воплощений, там и войти в состояние Бога. Вот чтобы так от кармы освободиться, то, наверное, это работа не только с кармой прошлой и настоящей, это работа с самим пониманием вообще, отношением к жизни. Здесь нужно поменять само отношение к жизни, почему все это сформировалось. Конечно, просмотр прошлых жизней здесь создается в качестве побочного эффекта. Человек, который хочет изменить свое мышление, а ему неинтересно, кем он воплощался, дело-то не в этом, он все равно это прожил. Дело в том, что ему хочет измениться, изменить свою жизнь. И когда он этим занимается, и в итоге у него эта трансформация мышления происходит, у него всплывают эти воспоминания жизни, его эти ощущения, что он там раньше то испытал, раньше это. Вот почему многие просветленные говорят, что они там достигают какого-то уровня, и перед ними проносится вся жизнь. А люди, или не вся жизнь, а все прошлые жизни, все, что они прожили, у них память возвращается. А люди, которые занимаются этими практиками, они думают, что они должны насильственно вызывать эту память прошлой жизни, якобы в ней кроется сок. Но на самом деле нет, потому что есть два варианта работы с кармой, две мотивации. Скажем, первая мотивация, это работа вообще с кармой, просветление, значит, выход, трансцендентность. Но в таком случае цель человека менять себя, свое мышление, отношение к жизни, а вовсе там не увидеть карму, не отправиться в прошлое, не посмотреть узлы, он вообще тем не занимается. То есть это следствие, которое автоматически возникает. Он меняет свое мышление, вот это духовность, если мы берем. И вторая цель отработать только карму прошлой жизни, чтобы нам в этой жизни легче жилось. То есть мы какие-то моменты, зловые завязки, что в большинстве среднестатистические люди хотят. Мы какие-то узлы там отбираем частично, все равно у вас кармическое мышление сохраняется, но какие-то прошлые уже проблемы вы сюда не тащите. И, соответственно, люди освобождаются, они все равно продолжают новую карму делать, но у них хотя бы в этой жизни там чуть-чуть получше живется. Продолжение следует...